Всех приветствую, пользуюсь случаем, пока у меня разобрано все тут, покажу и расскажу по возможности, понятно или нет, это вам судить, устройство этого оверлочка G&N, это копия 81-го Зингера, 100-летней наверное разработки, в 20-х годах вроде как я читал. 81-й оверлок был разработан 20-го века, 51-й очень похож, но это разные оверлоки, так что когда пишут аналог 51-го, это неправильно пишут, это китайцы взяли за основу, их там подклассов куча у 81-го Зингера, они взяли за основу самый такой простейший, его скопировали не заморачиваясь, а 51-й оверлок, его доработали на подольском механическом, сделали централизованную смазку там, какую не есть, но она есть там, и у них ничего общего по запчастям, они не взаимозаменяемы, и конструктивно там несколько все по-другому, сильно по-другому там все выполнено, вот даже если взять, здесь вот крепление иглы, там винт, здесь вот это цапфа, крепление лапки, да все там по-другому, блок ножей по-другому, то, что пишут, вот это неправильно, я еще раз повторяю, и про этот пишут полупрофессионально, это как полу, типа немножко беременная, это из этой же серии, ну, а вообще, что касается вот этого оверлока, это один из немногих механизмов, про которые я могу сказать, что верю, один из немногих китайских механизмов, он работает и работает, но, опять же, это китайская, его надо дорабатывать, он никогда снова работать не будет, как надо, или вообще не будет, или будет работать плохо, вот, у меня задача сейчас сделать из двух один, вот мы, как видим, на заднем плане, второй стоит, ну, в процессе я потом и второй доведу до ума, ну, а пока сейчас вот этот вот, ладно, со вступлением закончили, далее, оверлок состоит из двух петлителей, этот левый петлитель и правый петлитель обмёточный, соответственно, вот этот, вот это натяжение нитки для обмёточного, для правого петлителя, вот это натяжение нитки для левого, игольный, вот с иглы он берет, это игла, игловодитель, всё, это блок ножей, значит, тут какой принцип петлеобразования, левый петлитель, вот, начнём сначала верхняя мёртвая точка, игла пошла вниз, игловодитель левый захватывает ниточку с иголки, ведёт, затем снимается эта ниточка правым петлителем обмёточным, правый петлитель, в свою очередь, снимает ниточку с иглы, опять же, цепляет её, ведёт, вот, здесь тоже между петлителями происходит петлеобразование, и получается косичка, ещё следует заметить, что в оверлоке, это же не швейная машина, там, вот эта строчка обмёточная, образуется не в ткани, а на, формируется на лапке и на игольной пластине, вот установочный палец раз, установочный палец два, вот это всё, что там напетлилось, это всё формируется вот здесь, и ткань, обрезанная ткань, продвигается рейкой продвижения, и строчка, что сформировались здесь, натягивается на ткань, то есть она, как бы, стягивается, вот, как смог, так и объяснил, но, в то же время, игла же заходит в ткань, и там образуется стачивающая строчка, опять же, ну, там можно её отрегулировать, в общем, кто пользовался, тот в курсе, как там и что, это я так, на пальцах объясняю, там, конечно, посложнее всё, несколько, ну, как смог, так и объяснил, далее поехали, так, что тут ещё, вот, здесь ещё я не показал, присутствует отражатель ткани, и вот в этой модели есть защитная пластина, тоже, кстати, хорошо, что она здесь есть, закрывает главный вал, всё, чтобы ничего на него не попало, там, нитки не запутались, всё, ткань обрезается ножами, и лоскутик, вот этот обрезанный край, отражается, она загнута, и падает в коробочку, там, или что под обрезки, что вы там приспособите, так, ну, тут игловодитель, регулятор, вот, есть хомутик, выше, ниже, тарелочки, обязательно, их наличие, нитепритягиватель, далее, если со столом приспособить этот оверлок, с большим мотором, или какой-нибудь там серво на него придумать, это можно сделать тяга от педали, ногой поднимать лапку, ну, как там на промо-верлоках, это вал продвижения, вот здесь регулятор ширины строчки, тут фиксируется, ключик на 7, тут, вот, ключ на 7, откручивается и по сектору ходит, по дуге, больше, меньше, для настройки оверлока требуется всего лишь ключ на 7, и вот, самый главный инструмент, пассатижи, потому как, если вы меняете петлители, их обязательно приходится гнуть, это, что 51 класс, что вот этот GM, их надо обязательно, иначе вы не настроите его никак, тут никаких регулировок, подгибаем не за кончик, кончики каленые, а это вот все сыромятина, она легко гнется, выставляем как надо, тут надо главное добиться, чтобы ничего не задевало между собой, то есть, левый петлитель должен снимать ниточку, смотрим, чтобы носик был выше игольного, опять же, между собой они должны проходить в притирочку, но никак не задевать, и правый петлитель, обмёточный должен тоже в притирочку проходить мимо иголки, если вот эти нюансы все соблюсти, выставить тут, как надо, все зазоры, то будет шить от и до, ну, впрочем, все эти настройки есть в интернете, в хорошем разрешении есть, кому надо, уж очень надо, можно найти, не напрягаясь, и заправка, все есть это, все, и а то у меня спрашивают, покажите мне заправку, зачем я буду в тысяча первый раз показывать заправку, если это есть все отдельно, там есть даже 2 вида заправки, есть какая-то облегченная, там усовершенствованная, но и есть какая надо заправка, ладно, сейчас я этот оверлок соберу в кучу и прошью, думаю, что все тут отрегулировано и будет шить сразу, ну, посмотрим, впрочем. Тут вот есть нюанс, снимаем, когда вот эту крышечку, чтобы ее поставить, снять-то с нее не сложно, игловодитель ставим в нижнюю мертвую точку, затем боком, чтобы нам завести под рычаг, а, вот так, вот так боком ставим, под рычаг, ножей заводим и ставится легко. Двигатель тут так вот крепится, китайцы не заморачиваются, вот затягивается, две пластины, вот так вот, поддончик, ну, тут сборник обрезков, тут вот сейчас все блестит и сеет, тут вот такой слой был, вот такой слой был, непонятно чего, и обрезков, и ниток, и сломанных иголок, все эти очесы за много лет, ну, вот такой, на нем хорошо поработали. Кстати, вот эта модель неплохая, мне нравится, тут есть указатель, выставляешь по сектору, указатель шага, даже есть строчки, шкала, ну, конечно, кто на нее смотрит, все равно, и вообще более качественная, вот, хорошая модель, вот эта вот, мне глянется, предварительно, проверяем, без ткани, в принципе, плетет косу или не плетет, вот она, вот она, коса пошла, но затяжка, конечно, тут, ну, это мелочи жизни, перед регулировкой ослабляем все, все-все-все регуляторы, ставим практически в ноль, раз, два, ну, а этот в ноль мы не ставим, потому как от натяжения игольной нитки зависит много и чего, в частности, при неправильно выставленном натяжении могут быть пропуски. Вот здесь есть винт, его ослабляем, а вот этим винтом, так, сдвигаем ножи, вот видите, двигается, или не видеть, но поверьте, он двигается, ножи, вот так мы, наверное, сделаем, и фиксируем, так, теперь мне надо ослабить, мне надо ослабить, вот эту ниточку. Все, окончательно настроил, в общем, как и предполагал, собрал из двух один оверлок, дело не быстрое, кто решит настроить, сразу предупреждаю, это очень не быстрое дело, можно 3-5 машинок сделать за это время, или починить вот этот оверлок. Он не то, что починить, он настройка, там вот, я нитки менял, лапка тут вот, и еще хочу сказать, два одинаковых вы не найдете оверлока, они все со своими в ее, так что, ну, Китай, что тут, так же, как и чайки две вы не найдете, одинаковых, ну, я не беру ранние чайки, вот чайка 2, они стандартно хорошие, чайка 3, а вот потом уже пошли, они все со своим характером, то же самое вот про Джена я могу сказать, все на этом, всем пока, до свидания.